Насыщенный сезон оставил след в сердцах многих зрителей. Он сумел показать поклонникам жанра, что сериалы могут быть гораздо лучше, чем многие фильмы. Сам сериал держал в невероятном напряжении и не отпускал до финальных титров. Он подарил нам массу интересных моментов, которые не забываются. Сейчас же всех поклонников сериала интересует только один единственный вопрос. Когда же будет продолжение? В случае с другими популярными сериалами, вероятность продолжения никогда не списывалась со счетов, даже если создатели говорили иное. Пока что нет ни одного официального заявления от создателей. Это значит, что нам придется подождать еще какое-то время, пока создатели не представят нам анонс долгожданного нового сезона. Подробностей о продолжении очень мало. Достоверных дат сейчас и вовсе нет. Нам только остается ждать новых подробностей о продолжении, анонсе, интригующих трейлеров и других новостей об этом сериале. И если будет что-либо известно, мы обязательно сообщим вам в нашем новом видео. После финала сезона многие также начали задаваться вопросом, а какой сериал сейчас стоит посмотреть. Поэтому я собрала подборку самых интересных телепроектов. В Калининградском следственном изоляторе на себя накладывает руки майор Андрей Рыжов, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Четверо его коллег, Олег Каплан, Павел Карпенко, Оксана Голикова и Федор Вачевский, уверены в невиновности своего бывшего руководителя. И для того, чтобы восстановить его доброе имя, начинают самостоятельные расследования произошедшего. В первом эпизоде полицейские Олег Каплан, Павел Карпенко и Федор Вачевский арестовывают вышедшего из тюрьмы Глеба Монахова, бывшего начальника службы безопасности депутата Калужного. Но благодаря стараниям адвоката, бандиты выпускают на волю. Руководитель следственной группы Андрей Рыжов превышает полномочия во время допроса преступника Савочкина, подозреваемого в жестоком преступлении. Рыжова обвиняют в деянии, которого он не совершал. Во время допроса под давлением майора Дроздова он наложил на себя руки. Данный криминальный драматический сериал – это российская адаптация успешного французского проекта, который первый канал показал летом 2014 года. Французский проект, который был взят для адаптации российскими кинематографистами, снял знаменитый Оливье Маршаль, создатель таких проектов, как «Неприкасаемые» и «36». Первый сезон сериала показал рекордно высокие рейтинги во Франции. Режиссером сериала стал Карен Аганисян. Он известен как создатель проекта «Клим» и других нашумевших телепроектов. Съемки первого сезона российского сериала стартовали в начале 2016 года и полностью проходили на территории Калининградской области. Одну из главных ролей во французском сериале сыграл актер Жан-Ю Канглад, известный по фильмам «Подземка» и «Никита». В нашей версии зрители увидят звезду отечественного кинематографа Владимира Машкова. Также главные роли сыграли Александр Паль, Лукерия Ильишенко и Денис Шведов. Режиссер Карен Аганисян рассказал подробности о проекте. «Мы собрали прекрасную команду. Все герои разные. Персонаж Владимира Машкова, лидер команды, волк-одиночка, но он будет меняться на протяжении всего фильма. Романтика ему не чужда, и у героя будет не одна любовная сцена. Александр Паль играет парня из нашего двора, но и бунтаря. Герой Дениса Шведова – человек, который разрывается между работой и семьей. А Лукерия Ильишенко всех удивит. У нее очень непростая драматическая роль. В 1956 году бывшие сотрудницы дешифровального отдела Анна, Соня, Ирина и Катерина рискуют благополучием своих семей. Спустя больше чем 10 лет после окончания Великой Отечественной войны, они решают вновь объединиться в специальную группу, чтобы начать совместно проводить расследование и помогать следственным органам в раскрытии запутанных дел. Именно об этом повествует первая серия. Съемки первого сезона телесериала проходили с 3 сентября 2017 года по 28 февраля 2018 года в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Владимир Утин поделился деталями проекта. Идея сериала была куплена у англичан, за основу мы взяли формат мини-сериала «Код убийства», но в нашем случае есть ряд изменений. Во-первых, у нас 16 эпизодов, а в оригинальной версии их 6. Во-вторых, конечно, английские женщины не имеют ничего общего с нашими в 50-е. Формально это адаптация, но по сути это самостоятельный фильм. Мы постарались воплотить в этом проекте сплав сразу двух жанров, захватывающего исторического детектива и глубокой драмы. Вместе с раскрытием детективного сюжета, зритель наблюдает и за развитием сильных драматических личных историй каждой из четырех главных героинь. О сериале также рассказала и режиссер Вера Сторожева. «У нас идет полное погружение в ту эпоху, пластику. Актрисы даже двигаться стали иначе. Ведь раньше так не общались, люди не были настолько эмоциональными и импульсивными. Конечно, все зависит от характера, но в основной своей массе они были именно такими. Что касается реквизита, то он почти весь настоящий ретро. Все доставали с большим трудом. Вещи для наших героев были привезены из Праги, там отличные костюмерные на местной киностудии. Но что-то пришлось и шить. Мы старались уделить внимание этим мелочам, старались быть достоверными. Кроме того, на съемки приглашались консультанты, генерал-майор московского уголовного розыска и криминалист. Поскольку часть съемок связана с передачей и шифрованием данных, то и на этой позиции тоже есть специалист. Три энергичные подруги раннего пенсионного возраста, Зинаида, Лидия и Екатерина, живут со своими взрослыми детьми. Ежедневный вечный квартирный вопрос переплетается для них с такой же вечной темой отцов и детей. В один из прекрасных дней дамы решают уехать и освободить детей от своего общества. Втроем они отправляются в путешествие, в конце которого становится очевидно, жизнь, когда вырастают дети, не закончена. В первом эпизоде, устав от отсутствия внимания и откровенного прозябания на пенсии, старушки решают пожить для себя и уезжают из города. Они отправляются навестить их четвертую подругу Полину, с которой не виделись почти 15 лет. Дети, испуганные внезапным исчезновением матерей, пытаются установить их местонахождение. Сериал представляет собой современную мелодраму с элементами комедии. Режиссером стал дебютант Иван Бычков. А над сценарием работал Вадим Тартаковский, знаменитый своими работами Бабоньки, Герасим и «Все будет хорошо». Основное действие разворачивается на фоне Волжских берегов, Коломенских церквей и Московских двориков. Фильм снимали в Коломне и в Дальнем Подмосковье, а в работе над картиной принимали участие актеры Коломенского театра и местные жители. Продюсер сериала Наталья Серова рассказала о деталях проекта. Человеку в любом возрасте недостает любви. Особенно женщинам, у которых взрослые дети. А разделить проблемы с подросшим чадом рядом, ни с кем. Вот и получается, что милые дамы несут героически свой крест. С одной стороны, непонимание и вечный конфликт родителей и детей, с другой стороны, нерастраченной любви. Актриса Татьяна Орлова также поделилась подробностями о проекте. «В сериале мне нужно было водить машину. У меня есть права, и я умею это делать. Но на съемках автомобиль был непростой. Волга 61-го года выпуска. С нею раньше я, конечно, не сталкивалась. Мало того, что переключение передач находится на руле, так еще и нет усилителя. Чтобы повернуть руль или нажать на педаль сцепления, приходилось прилагать немалые усилия. Это трудно. Более сложного, чем этот автомобиль, я ничего в жизни не водила». Этот сериал ясно показывает, что безобидной лжи не бывает. Рано или поздно даже самая тайная мысль оказывается в реальности настоящего времени. Создатели проекта предлагают зрителям представить ситуацию, когда такая реальность материально и действительно существует. И самые безжалостные фантазии в ней воплощаются. Это история о человеке, для которого слились воедино власть, вседозволенность и безнаказанность. Действие фильма происходит в петербургской школе. Одна из учительниц выпрыгивает из школьных окон у учеников на глазах. Капитану с именем Игорь предстоит провести расследование, чтобы выяснить причины этого поступка. И для этого он знакомится с лидером класса, который в свою очередь расскажет капитану правила игры под названием «Спарта». Это история о том, как можно легко манипулировать еще не окрепшим сознанием детей. До чего может довести безнаказанность, деньги, связи, ложь. Подростки как губка, которая все это впитывает и проецирует в жизнь. Ведь ни для кого не секрет, что дети могут быть очень жестокими. Здесь стираются границы между игрой и реальностью, судьба разбивается о чью-то больную идею, а тайны бережно хранятся в самых темных уголках памяти и души. Главные роли исполнили Артем Ткаченко и Александр Петров. Сериал получил две премии «Золотой орел» в категориях «Лучшая мужская роль на телевидении» и «Лучший телефильм». А в 2019 году права на сериал приобрел сервис Netflix. Александр Петров, исполнитель роли Михаила Барковского, рассказал подробности о проекте. Название сериала – это название компьютерной игры, на которой держится сюжет и завязка истории. Съемки были очень трудные. Во главе стояла история про компьютерную игру, про вымышленный мир, который люди придумали и создали, и насколько он опасен для нашего мозга и нашего сознания. Мозг воспринимает это как реальность. Эта тема настолько актуальная и на самом деле страшная. С появлением виртуальной реальности управлять сознанием людей, особенно молодых, становится крайне просто. Я с большим удовольствием буду смотреть этот сериал, чтобы себе же ответить на некоторые вопросы. В первом эпизоде проекта американского шпиона засылают в «Газпром» и ставят перед ним сумасшедшую задачу – стать русским. На обучение шпиона тратят полтора миллиона долларов. Под видом русского инженера Олега Меньшова он внедряется в региональное подразделение крупной российской компании в городе Ноябрьск, чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел. Он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции. В ходе своей миссии герой знакомится на первый взгляд с простым кубанским парнем по имени Валера и местной красавицей Мариной, которой у него постепенно возникают чувства. Американскому шпиону придется разрываться между дружбой, любовью и своей миссией. И с каждым днем выбор будет становиться все сложнее. Исполнитель главной роли Леонид Бичевин рассказал подробности о проекте. «Этот сериал надо смотреть всем. Просто потому, что у нас получился классный сериал. Мне кажется, наш проект – это и есть настоящая ситуационная комедия, когда показывается, как главный герой вырывается из всех возможных передряг. С одной стороны, мы шутим и показываем шпионские игры. А с другой – наша история про любовь, дружбу, предательство, долг. Через взаимоотношения главного героя можно глубже понять какие-то вещи о самих себе». Актриса Евгения Брик высказала мысли о своей героине. «Мне было интересно играть эмоции, которые я не применяю в жизни. Режиссер разрешал мне использовать любую реакцию, и это здорово. Для меня роль Марины – актерский вызов. В сценарии очень четко были определены характеры. Мы, конечно, добавили своего, но изначально все было гениально прописано. Сразу складывается определенный образ и узнавание. После долгих проб ко мне пришло понимание, что Марина – это Дженнифер Лопес местного разлива, но при этом вместо уверенности она может быть абсолютно потерянной». Это российский комедийно-драматический сериал от режиссера Максима Свешникова. Одна из его работ – известный мультипликационный фильм «Алеша Попович и Тугарин змей». А сам сериал повествует о Евгении, которая потратила три года на борьбу со смертельной болезнью и, наконец, вышла победителем. Только вот оказалось, что здоровая Женя никому не нужна. Жизнь еще никогда не была такой безрадостной. Первая серия демонстрирует это сполна. В «Старых вещах» девушка находит ярко-желтый дневник, в котором когда-то записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет 257-ю – «Найти любовь» и отправляется на поиски своего счастья. Теперь у нее есть настоящий шанс исполнить свои желания, не тратя время на сомнения, рутину и никчемных друзей. Но убежать от старой жизни, конечно, не так просто. Полина Максимова, сыгравшая главную роль в проекте, рассказала мысли о сериале. Главное в этом проекте – то, что он дает надежду людям. В современном мире одиночества, уныние и апатия заняли самые серьезные позиции. Люди ходят с потухшими глазами и совсем не имеют желаний. Поэтому этот сериал надо посмотреть зрителям. Многие узнают себя и поймут, что все неплохо и не стоит бояться, а нужно попробовать что-то поменять, и тогда жизнь заиграет новыми красками. В этом фильме много веры, много надежды и много любви. Продюсер Эдуард Илаян также рассказал некоторые подробности. «Затронув в нашем новом сериале очень деликатную и серьезную тему, мы зашли на территорию в каком-то смысле новую для нас. Нам было крайне важно найти тонкий баланс между драмой и комедией, не сместив акценты ни в ту, ни в другую сторону. Я уверен, что нам это удалось». Сценарий к сериалу написал Алексей Ляпичев. Автор признался, что хочет, чтобы все зрители, которые посмотрят его сериал, взяли пример с главной героини с ее неистребимой жаждой к жизни. Вот что он сказал в одном из своих интервью. «Мне хочется, чтобы у каждого зрителя, по примеру нашей героини, не оставалось времени на нытье и уныние. Чтобы хотелось жить и брать от жизни все каждый день, несмотря на то, что вокруг не все будет способствовать вашим планам. Но жизнь такова». Смоленск – обычный город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает этот город от любых других провинциальных городов. В Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут простой семейной непримечательной жизнью. В один из дней в Березовой роще под Смоленском находят останки двух парней, на которых присутствуют следы от укусов. Следователю из Москвы предстоит разобраться, виноваты в преступлении дикие звери или местные вампиры. После премьеры первой серии, проект получил гигантскую поддержку со стороны зрителей. Креативный продюсер Алексей Акимов поделился своим мнением. «Мне очень нравится, когда мистика и быт умело переплетены между собой. Тогда, находясь внутри обычной жизненной истории, мистика не выбрасывает тебя из реальности. Она становится просто дополнительным украшением, дающим истории новые повороты и возможности». В сериале всего неделя из жизни вампиров в провинциальном российском городе, но эта неделя выдастся для них весьма бурной. Оказывается, они также любят, также защищают свою семью, также ходят на работу, также сталкиваются с классическими проблемами отцов и детей. И, несмотря на то, что они другие, зачастую вампиры оказываются лучше людей. Обращайте внимание на людей рядом с вами, возможно, это окажется прекрасный человек. Режиссер-постановщик Антон Маслов также высказал мнение о сериале. «В России всегда все иначе. Мы иначе живем, любим и ненавидим. И даже вампиры в нашей стране другие. Весь кайф в нашей истории в том, что вампиры у нас положительные ребята. Они хотят любить. И для меня в основе лежит не только вампирская тема, а большая и мощная история про удивительную семью, которая попадает в сложную ситуацию. Эта история напомнит всем нам, что нужно оставаться людьми, несмотря на обстоятельства. Чем дальше мы друг от друга, тем темнее мир вокруг нас». В сериале на 100% наши – российские вампиры. С нашей ментальностью, радостями и проблемами. Они не классические герои Дракулы, которые боятся чеснока и носят красивые наряды. Они пьют кровь из пластиковых полторашек и граненых стаканов. Выбор Смоленска не случайен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы и старались даже татары. «У нас будет много исторических флэшбэков», – пояснил Антон Маслов. История мира после апокалипсиса, в котором осталось очень мало людей, сумевших выжить после падения цивилизации. Все они заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Только вмешательство извне вытаскивает людей из сна, которые через несколько часов переходят в смерть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех оставшихся в живых, но люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность. В первой серии бывший пациент психиатрической больницы Саша Морозов возвращается к себе домой. Но в результате вспышки вируса остается один. Его сестра, муж сестры и их сын быстро умирают. Сериал является эксклюзивным проектом «Окка». О начале работы над ним стало известно во время киновыставки, которая проходила в октябре 2019 года. На этом престижном международном форуме платформа «Опка» презентовала многосерийные фильмы, собственные оригинальные продукты. Премьера состоялась на международном фестивале веб-сериалов 31 июля 2021 года в Нижнем Новгороде. Всего в смотре участвовали 44 веб-сериала из разных стран, от России было представлено 17 проектов. Креативный продюсер сериала Борис Хлебников подчеркивал, что проект был задуман еще до наступления пандемии 2020 года, и тогда же он поступил в разработку. Это было некое фэнтези, постапокалипсис. И как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то меняться в сторону происходящего. Но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой. Так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового. В проект входит основной сериал и 8 веб-сериалов, посвященных каждой параллельно развивающейся истории. Все части проекта объединяет тема поведения людей в ситуации случившегося апокалипсиса. Линии героев всех историй периодически пересекаются, и персонажи влияют друг на друга. Объединяются на своем пути или повстречавшись, продолжают путь поодиночке. Дополнительные веб-сериалы нужны, по словам директора по контенту Обка Макара Кожухова, чтобы раскрыть героев и придать истории объема. Он также отметил, что идея проекта возникла задолго до пандемии. С самого детства. У них разное происхождение, разные мечты и идеалы. Общее лишь одно. Дружба. Ради нее они готовы пожертвовать всем и, если надо, даже отдать за друга жизнь. В первой серии друзья детства становятся фарцовщиками. После дерзких авантюр на удачливых ребят обращает внимание криминальный авторитет Понт. Продюсер Александр Цекало рассказал детали о проекте. Сериал снял молодой и талантливый режиссер Егор Баранов. Мы могли бы взять опытного режиссера, который помнит это время, но это история о молодых людях. Хотелось, чтобы это делал молодой режиссер, который ближе к пониманию дружбы и к молодым героям. Режиссер Егор Баранов также рассказал подробности о сериале. Я пересмотрел всю классику 60-х годов. Естественно, есть отсылки к кино, к июльскому дождю, я шагаю по Москве, 9 дней одного года. Был классный период в кинематографе, где герои живут в кадре и дышат свободным гражданским воздухом. Поэтому хотелось, чтобы этот дух передался и в нашем проекте. Мне нравится «Оттепель» и «Стиляги» Валерия Тодоровского, но мы не стремились быть похожими на эти фильмы. Это не музыкл, как «Стиляги», и не камерное лирическое произведение, как «Оттепель». Наша история более дерзкая. Она про другое. Это драматический авантюрный фильм. Одной из самых сложных задач, которые встали перед создателями сериала, стал подбор реквизита. За каждым элементом декора или аксессуарами того времени приходилось в буквальном смысле вести охоту. К тому же в мире фарцовщиков вообще царил культ стильных вещей. Поэтому художники по костюмам, работавшие над созданием образов, просматривали каталоги, журналы, изучали платья и прически. Съемки проекта проходили в Москве и в Минске. В Москве снимали знаковые объекты 60-х, сохранившиеся с тех времен, такие как Центральный дом литераторов. Молодой и талантливый врач по имени Аркадий вернулся из Соединенных Штатов в Россию, чтобы начать работать в одной из клиник Москвы. Вместе с ним в столицу едут маленькая дочь и жена Шура, которая была вынуждена бросить свой небольшой кондитерский бизнес в Америке из-за желания быть рядом с любимым мужчиной. В России их встречает друг юности и по совместительству сын директора клиники, богатый ловелас, но мечтающий о настоящей любви и семье. Начав работать, Аркадий неожиданно для себя оказывается в центре интриг, сплетен и коррупционных схем. Он пытается разобраться в своих отношениях с коллегами, богатыми и известными пациентами и собственной семьей, а также понять, что для него является истинным счастьем. Именно с этого и начинается первая серия и сама история. Также помимо основных тематических направлений, зрителя ждут больничные страсти, первая любовь, бытовые неурядицы, взлеты и падения в профессиональной деятельности. Режиссер Андрей Джунковский рассказал детали о проекте. Это история о людях, которые должны быть счастливы, ведь они могут себе многое позволить, но при этом не чувствуют себя счастливыми. История о том, как они пытаются найти спокойствие и баланс, находясь в раздоре. Этот проект мне важен, тем, что мы снова встретились с прекрасной командой, с которой мы уже работали над другим проектом «Сладкая жизнь». Важен тем, что некоторые вещи в сериале перекликаются со мной. Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, все наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история. Главные герои сериала достигли многого в своей жизни, могут позволить себе последний айфон и поход в ресторан. Им всем не дают покоя два вопроса, счастлив ли я и что делать. Наш проект – это взгляд на сегодняшнее поколение успешных 30-летних, у которых есть все, кроме счастья. Марина Васильева также рассказала подробности о сериале. Мне на пробах один режиссер сказал, «Жанр – это жизнь. Это очень похоже на то, над чем мы работаем. В жизни бывают ситуации, когда одновременно смешно и очень грустно. Мне кажется, наш проект – это универсальная история». В центре сюжета находится несколько молодых людей из Москвы, которые бегут от своих проблем в отдаленный монастырь, расположенный неподалеку от деревни Топи в Архангельской области. Всего их пятеро. Умирающий от рака создатель популярного мессенджера Денис, журналист провластного медиа Максим, которому дали редакционное задание найти компромат на Дениса. Катя, которую накануне свадьбы бросил жених и которая боится постареть. Чеченка Эля, которую пытаются насильно выдать замуж и которая скрывается от жениха. И Соня, девушка из строгого православного рода. Переживающая из-за смерти сестры. По прибытии герои выясняют, что монастырь заброшен, местные жители ведут себя крайне странно, а затем и вовсе один из молодых людей пропадает. Решив остановиться в деревне, они начинают поиски и все больше погружаются в мир Топи, полный тайн. Первая серия повествует о молодых москвичах, которые познакомились в интернете с целью совместной поездки в деревню Топи. Они хотят побывать в старинном монастыре, где по легенде сбываются все мечты, а человек может избавиться от своих бед и проклятий. Идея создания пришла к автору бестселлера «Метро-2033» Дмитрию Глуховскому, который в итоге написал сценарий к телесериалу еще в 2013 году. По словам Глуховского, от момента появления задумки сериала до выхода его в свет прошло 10 лет. Пять из которых писатель искал подходящую платформу и продюсеров. Сериал снимался в Белоруссии на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм». Дмитрий Глуховский, писатель и автор сценария, поделился в интервью своим мнением о проекте. Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают. Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих Топях, из которых они смогут выбраться только если переродятся. Главные роли исполнили Максим Суханов, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Волочинская и Анастасия Крылова. Данный проект был создан специально для онлайн-кинотеатра Кинопоиск HD. Основная часть событий знаменитого сериала происходит в студенческом общежитии. Также в сериале регулярно показывается кафе, аудитория вуза, особняк на Рублевке, кабинет с видом на московский Кремль, ресторан и клуб. Сюжет первой серии строится на том, что персонаж Саша сбежал из университета в Лондоне, где изучал финансы, и поступил на астрономическое отделение физического факультета одного из московских вузов. Сильвестр Андреевич, его отец, хочет вернуть своего сына к прежней жизни, но тот желает жить в народе и хочет всего в жизни добиться сам. Нежному мажору предстоит жить в одном блоке с вечно колотящим по груши каратистом Кузей, общажным ловеласом с именем Гоша, отличницей Таней и блондинкой Аллой, начинающей свой день с чашки растворимого кофе. Параллельно с этим с героями сериала приключается много забавных и смешных ситуаций. Их пятеро. Все они разные и у каждого есть свои особенности в характере. Они живут в соседних комнатах, у них общая кухня, туалет и ванная. У них больше нет выбора, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Им очень весело, они дружные и глупые. Сериал максимально приближен к реальной жизненной обстановке. Актеры неплохо справляются со своими ролями. Сюжет у сериала очень простой и немного неправдоподобный, но учитывая, что это комедийный сериал, то сюжет не так уж и важен. Со временем проект стал развиваться, появились новые персонажи. Главные роли исполнили Андрей Гайдульян, Виталий Гагунский, Мария Кожевникова, Валентина Рубцова, Арарат Кищан и другие. Сценарий был написан Вячеславом Дусмухаметовым, известный по таким работам, как «Папины дочки» и «Шесть кадров». А также Семеном Слепаковым, известный по таким работам, как КВН, Камеди Клаб, Наша Раша и Прожектор Пэрис Хилтон. Премьера первой серии состоялась в далеком 2008 году, и сериал моментально завоевал любовь у зрителей. Создатели не стали останавливаться на первом сезоне и выпустили еще несколько. В 2021 году сериал реанимировали. Теперь его новое название «Универ 10 лет спустя». Эта история начиналась очень даже прекрасно. Света вместе со своим возлюбленным гуляла на вечеринке, организованной однокурсницей в честь выпуска. Света и ее парень решили выйти на балкон. В порыве страсти девушка не удержалась и упала с третьего этажа на асфальт. Молодая девушка Света оказалась в инвалидном кресле. Но врачи дали ей надежду на выздоровление. Но чтобы вновь встать с коляски, девушке нужна дорогостоящая операция. Так что Свете нужно собрать достаточно большую сумму денег. На парня, надеется, Светлана больше не может. Он сбежал, как только узнал, что его возлюбленная прикована к инвалидному креслу. Денег у девушки нет вообще, как и работы. Но рядом осталась верная подружка Ирка, которая работает парикмахером и снимает со Светой двушку, оказывая Свете огромную моральную поддержку. Телепроект стал экспериментальным для всего российского телевидения. Дело в том, что с первой серии он снят в формате веб-сериала, поэтому все, что происходит на экране, зрители видят через объектив веб-камеры. Это первый пример подобного формата съемок телепроектов в России. Работа над сериалом началась в 2015 году. Съемки первого сезона телесериала продлились 30 дней. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет чуть больше 6 баллов из 10. Комедия, при всей легкости внешнего восприятия, остается одним из самых сложных жанров кино. Эксперимент многие считали отчаянным, но в итоге он вышел невероятно удачным. Сценарий хорошо продуман. Это настоящая сатира современной жизни, которая совсем не требует серьезного отношения. В роли Светы в 16-серийном комедийном телефильме снялась Мария Машкова. Ее подругу Ирку сыграла Анна Котова, а Павла – Кирилл Каганович. Молодого человека, которому Света неровно дышит, сыграл Александр Ратников. Постоянных клиентов Светозары, вдову олигарха Ксению и одинокого странного мужчину Цыпина сыграли Евгения Дмитриева и Борис Комарзин соответственно. Наш главный герой – ребенок богатых родителей. И в обществе таких называют мажорами. Наш герой имеет юридическое образование, но ни одного дня не проработал по профессии. В один из загулов ночью он вступился за приятеля, подрался с полицейскими и выбил табельное оружие у офицера. В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции. То самое, в котором служат ночные полицейские. Его там не ждут и даже презирают. Но именно там он начнет становиться мужчиной, встретит свою любовь и найдет убийцу мамы. Первая серия проекта повествует о юристе Игоре Соколовском, сонебогатого и влиятельного отца. Но после инцидента с полицейскими, отец лишает его содержания и отправляет служить в полицию под начало полковника Пряникова. Несмотря на конфликтное знакомство с коллегами, мажору удается раскрыть первое преступление. А второе преступление повергает его в шок. Парень понимает, что в смерти девятилетней девочки виновен его ближайший друг Стас. Автор сценария криминальной драмы является Александр Щербаков, который написал первый сезон «Обратной стороны луны». Главную роль сыграл Павел Прилучный, известный по таким проектам, как «Закрытая школа», «Геймеры» на игре. При этом все трюки во время съемок актер выполнял сам. Также Прилучному пришлось много работать с автомобилями. В кадре Павел должен был ездить на спортивной машине, управлять грузовиком и пожарной машиной. Создание сериала. 12-серийную криминальную драму поставил Константин Стацкий, знакомый зрителям по сериалам «Закрытая школа» и «Москва. Три вокзала». Продюсер проекта Александр Цекало рассказал о сериале и его главном герое. Персонаж, которого мы встречаем как абсолютно безответственного типа, к концу 12-й серии становится мужчиной. Мужчиной, который принимает решения, совершает поступки и пытается даже уступить женщину, которая ему нравится, другому человеку. Он ведет себя очень достойно. В сценарии мы не имели никакой город конкретно. Этот проект мне очень важен еще и потому, что мы снимали его в моем родном городе, в Киеве. Очень надеемся, если зритель оценит наш фильм, то мы сможем там же работать над продолжением проекта. Рассказывает продюсер Александр Цекало. Денис Сазонов – бывший пилот гоночной команды КамАЗ-мастер. После перерыва в 12 лет и краха на всех жизненных фронтах, он хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается не так уже просто. Так начинается сериал в первой серии. Когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из КамАЗ-мастера за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть чувство самоуважения и причастность к большому делу и снова выиграть ралли-рейд. Но в команде его никто не ждет. Заместитель директора команды Еремин не хочет давать ему шанс, ведь считает, что Денис серьезно нарушил командные правила. Сазонов устраивается в команду уборщиком, проходя весь путь в руль с самого начала. Но и здесь его ждет неприятный сюрприз. Он встречает свою бывшую жену, которая планирует занять место штурмана и стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе. Сюжет сериала выдуман, но российский спортивный экипаж КамАЗ-мастер – это действующая с 1988 года команда, которая впервые участвовала в гонке в Дакаре в 1990-м, а через шесть лет выиграла ее. Всего с начала основания команда принимала участие в ралли 29 раз и завоевала 17 наград. Съемки картины начались в феврале 2020 года, через 14 дней после ралли в Саудовской Аравии, где экипаж занял первое место. На подготовку к съемкам ушло пять лет. Сериал снимался в Республике Татарстан, где размещена база команды. А также в Астрахани и области, в Казахстане и в Москве. Проект был создан при поддержке команды и президента Татарстана. Макар Запорожский, который исполнил роль пилота Сергея Беликова, поделился своими впечатлениями о съемках. «Я потрясен. Нас прокатили на настоящих спортивных грузовиках, тех, на которых проходит трассу пилоты. Это восторг. Каждый мальчик и по желанию каждая девочка, все должны это попробовать. Даже находиться здесь очень интересно, познавательно и удивительно. Ходить по цеху, видеть как люди сами делают эти машины. Я даже слов не могу найти из-за того, насколько я потрясен. В детстве все хотели стать космонавтами, а я мечтал проехаться по пустыне на такой машине. Честно говоря, я не знал, что команда называется КАМАЗ-мастер, но знал, что ежегодно проводятся эти прекрасные ралли. И еще я знал, что КАМАЗ, как и наши синхронистки, могут похвастаться такими же достижениями. Эта история начиналась очень даже прекрасно. Света вместе со своим возлюбленным гуляла на вечеринке, организованной однокурсницей в честь выпуска. Света и ее парень решили выйти на балкон. В порыве страсти девушка не удержалась и упала с третьего этажа на асфальт. Молодая девушка Света оказалась в инвалидном кресле. Но врачи дали ей надежду на выздоровление. Но чтобы вновь встать с коляски, девушке нужна дорогостоящая операция. Так что Свете нужно собрать достаточно большую сумму денег. На парня, надеется, Светлана больше не может. Он сбежал, как только узнал, что его возлюбленная прикована к инвалидному креслу. Денег у девушки нет вообще, как и работы. Но рядом осталась верная подружка Ирка, которая работает парикмахером и снимает со Светой двушку, оказывая Свете огромную моральную поддержку. Телепроект стал экспериментальным для всего российского телевидения. Дело в том, что с первой серии он снят в формате веб-сериала, поэтому все, что происходит на экране, зрители видят через объектив веб-камеры. Это первый пример подобного формата съемок телепроектов в России. Работа над сериалом началась в 2015 году. Съемки первого сезона телесериала продлились 30 дней. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет чуть больше 6 баллов из 10. Комедия, при всей легкости внешнего восприятия, остается одним из самых сложных жанров кино. Эксперимент многие считали отчаянным, но в итоге он вышел невероятно удачным. Сценарий хорошо продуман. Это настоящая сатира современной жизни, которая совсем не требует серьезного отношения. В роли Светы в 16-серийном комедийном телефильме снялась Мария Машкова. Ее подругу Ирку сыграла Анна Котова, а Павла – Кирилл Каганович. Молодого человека, которому Света неровно дышит, сыграл Александр Ратников. Постоянных клиентов Светозары, вдову олигарха Ксению и одинокого странного мужчину Цыпина сыграли Евгения Дмитриева и Борис Камарзин соответственно. В дебютной серии рассказывается история про трех лучших подруг – Шуру, Юлю и Аню. Им по 18 лет, все самое важное в жизни происходит у них в первый раз, и они подходят ко всему с юношеским рвением. Шура Ермакова влюбляется в преподавателя и в тот же день узнает, что в ее семью вернулась мама, которая бросила ее в детстве. Юля никак не может разорвать отношения со своим парнем-полицейским, который ей постоянно изменяет. А Аня, используя связи своего папы-продюсера, раз в неделю придумывает себе новую карьеру. Сериал рассказывает о многом. О дружбе, о взрослении, о любви, о влюбленности, о поиске себя, о разнице между мудрыми детьми и потребителями взрослыми. О предательстве, о прощении и, наконец, о вечной и нерешаемой проблеме отцов и детей и жизненных ситуациях, которые требуют трудных решений. Слишком много важных и сложных тем для восьми серий. Сериал несет зрителю очень правильную мысль. Нельзя растрачивать себя на пустые отношения, а если нашел свою любовь, нужно держаться за нее и за всех сил. На примере Шуры становится ясно, как легко спутать любовь с детской влюбленностью. Создатель телесериала Алексей Чупов рассказал подробности о проекте. Продюсеры придумали название «Кризис нежного возраста», что в принципе отражает сюжет. Это о волнениях, переживаниях девочек, которые переходят во взрослую жизнь. Они только начали жить взрослой жизнью, но еще не стали взрослыми до конца. Это про весну жизни. Весна со всеми вытекающими последствиями. Мы не упрощаем проблемы, которые появляются, когда ты оторвался от родителей и входишь во взрослую жизнь. Мы не пытаемся одеть розовые очки на героинь или зрителя, чтобы показать, что все прекрасно. Мы показываем, что даже когда у тебя происходят какие-то неприятности, это не повод страдать. Мы говорим о том, что на самом деле все равно ты остаешься молодым человеком, у которого все впереди. Ты можешь радоваться, смеяться и веселиться. Отсутствие розовых очков – это главное отличие в том, как мы смотрим на своих героинь.